2017 год в Ненинском округе показал экономический рост. Об этом в ходе публичных слушаний об исполнении окружного бюджета за прошлый год рассказала руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Выводы сделаны на основе роста инвестиций в основной капитал и прогнозируемом росте валового регионального продукта, а также поступающих сверхплановых доходов. Около трети всех поступлений в окружной бюджет принесло соглашение о разделе продукции Харягинской СРП. Впрочем, нефтяные доходы смогут обеспечить финансовую стабильность региональной казны лишь при 60 долларах за баррель. Поэтому для ухода от нефтяной зависимости в настоящий момент разрабатывается новая стратегия социально-экономического развития Ненинского округа. Бюджет Ненинского округа на 2017 год был принят по доходам в сумме чуть более 12 миллиардов рублей, по расходам на 803 миллиона больше. Скромная доходная часть была сложена из пессимистичного сценария, сказался кризисный 2016 год. Но благодаря меняющейся экономической ситуации доходную часть в течение прошлого года удалось увеличить почти на 41%. Изменения в параметры окружного бюджета вносились в семь раз. Основная часть налоговых доходов окружного бюджета была сформирована за счет поступления налога на имущество организации, налога на прибыль и налога на доходы физических лиц. Доходы в виде доли прибыльной продукции по проекту «Хорягинское месторождение» составили более 5,5 миллиардов рублей, что на 3,5 миллиарда больше, чем в 2016 году. Несмотря на дополнительные поступления от нефтяников после кризисного 2016 года, окружная власть продолжила и в 2017 году работу с федеральными органами власти по привлечению денежных средств. В 2017 году привлечено 1,5 миллиарда рублей с федерального бюджета. Это столько же, как и в 2016 году. И вдвое больше, чем в 2015 году. Дополнительно отмечу, что от федерации была получена дотация за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в размере 97,6 миллиона рублей. Также все департаменты постарались заключить соглашение на получение федеральных субсидий. Наибольший удельный вес в структуре расходов окружного бюджета заняли расходы на образование, национальную экономику, социальную политику и здравоохранение. Бюджет региона в 2017 году традиционно носил социальную направленность. Бюджет Ненецкого округа, повторюсь, был и остается одним из самых социально ориентированных бюджетов субъектов федерации. Прямые расходы на социальную сферу в 2017 году увеличены и составляют 3,141,000,000 рублей. В регионе действует свыше 145 мер дополнительной социальной поддержки наших жителей. Затраты бюджета на социальные выплаты составили 2,707,000,000 рублей или 15% от всех расходов. В том числе в рамках федерального законодательства выделено то 12 миллионов рублей. Таким образом, 96% – это региональные меры социальной поддержки. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства составили 2,5 миллиарда рублей. В 2017 году введены в эксплуатацию три школы в Красном, Нижнепёше, Тельвиске, а также детский сад на 220 мест по улице Авиаторов. Очистные сооружения в Качгарте завершены работы по строительству ФАПа в Шойне. Приобретены многоквартирные жилые дома в Красном и посёлке Искатели. Завершены четыре этапа уличной дорожной сети микрорайона «Факел». Реконструирована автомобильная дорога на улице Октябрьская. Также в 2017 году введены в эксплуатацию жилые дома, софинансирование строительства которых в предыдущие годы осуществлялось за счёт средств окружного бюджета в ОМИ, КОИ, Индиге и Тельвиске. Также из бюджета выплачивались субсидии физическим и юридическим лицам. В том числе необходимо ответить появление новых субсидий, таких как возмещение затрат на тару-паковку, на приобретение доставку сухого молока для предприятий, производящих продукцию лечебно-профилактического питания. У нас в округе это акционерное общество «ВИТО». Также в форме субсидий была оказана поддержка на Ринмар-Дорьемстрою для обеспечения деятельности и Нинской коммунальной компании с целью приобретения имущества на Ринмар-Окер-Газа для обеспечения населения бесперебойного газоснабжения. В ходе проведения публичных слушаний были заданы вопросы, в том числе по строительству автомобильного рынка, поддержке малого и среднего предпринимательства, сокращение количества госпрограмм, материальной помощи участникам боевых действий, вооружённых конфликтов на ремонт и строительство жилья и другие. По итогам заседания сформированы рекомендации публичных слушаний об исполнении окружного бюджета за 2017 год, с которыми можно будет ознакомиться на официальном сайте Собрания депутатов Нинского округа.